Добрый день, Дмитрий Николаевич, уважаемые госпитаты! На рассмотрении у нас появился проект закона о республиканском окружении республики Казахстана на 18-е годы на плавный период 19-20-х годов, который был сформирован и представленный фонд Церкви Казахстана в соответствии с темным бюджетным законодательством. На формирование республиканского бюджета на предметный период повлиялись следующие факторы. В первую очередь, для показателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития республики, отражающих текущую экономическую ситуацию в стране, в республике Казахстан, и на плане которых, собственно, не формируется проект бюджетный. Во-вторых, изменение налога бюджетного законодательства, а также приоритеты расходования бюджетных средств и результаты, планированные на реализацию мероприятий, плана по росту доходов и расходов. Все вы знаете, что у нас принят план по росту доходов и расходов, который мы, скажем, все это совместно реализуем. И, кстати, благодаря тому, что данный план за прошлый год реализовался в полном первое, это тоже повлияло на объявление налога дополнительных бюджетных кредитов на замещение промежских займов, о чем, в принципе, сегодня уже вектора положенного договора. Основной целью бюджетной политики на очередной бюджетный цикл является обеспечение устойчивости бюджета республики и безусловное исполнение принятых обязательств. Для этого нам необходимо предпринять все меры по увеличению дохода на части бюджета и осуществлению собственных расходных обязательств наиболее эффективным способом. Это не просто кратые слова, это на самом деле залог нашего своевременной выплаты всех наших обязательств, и особенно, в первую очередь, это социальных обязательств, это увеличение нашей собственной доходной базы. Потому что, понятно, не надо рассчитывать, что федеральный центр будет каждый год нам помогать какими-то, ну-ка, какими-то, какими-то. Самое главное нам надо увеличивать собственную доходную базу. Перейду к основным характеристикам доходов и расходов республиканского бюджета. Доходы. Общая сумма доходов республиканского бюджета на 2018 год прогнозируется в объеме 22 миллиарда 44 миллиона рублей. И сформировано за счет соступлений. Налоговых и неналоговых доходов в объеме 18 миллиардов 724 миллиона рублей и в размере до поступлений 3 миллиарда 320 миллионов рублей. Основные источники собственных доходов останутся у нас неизменными, они уже на протяжении нескольких лет. Это в основном налог на прибыль и налог на готовый физический пенсус. Каждый из этих двух доходных источников составляет практически по 30%. Кроме того, еще основным доходным источником является налог на имущество организации это 14,4% и абсцзы почти 14%. Ввиду того, что окончательные объемы целируемые бюджетные конструкции с федерального бюджета нам стали известны после второго чтения, второго чтения рассмотрения закона о федеральном бюджете в государственном доме до 17 ноября. Я вам напоминаю, что в принципе свой проект закона согласно с бюджетом ввода статута 1 ноября. Таким образом, в проекте законных данных, которые я представляю, цельные бюджетные трансперты у нас отсутствуют вообще, но при этом дотация, есть дотация на уравнование в 1,3 млрд. рублей, она в принципе такая и осталась в настоящий момент закона федерального бюджета с федерального обращающего чтения. И дотация на обеспечение балансирования бюджета предусмотрена в объеме 223 млн. рублей. При этом, как нам уже известно в настоящий момент, нам распределено не 223 млн. рублей, а не 1,4 млн. рублей. Это на 940 млн. рублей больше. Кроме того, уже, как я сказала, на сегодняшний день известны все целевые средства. Но об этом, я думаю, дальше уже Сергей Владимирович в своем докладе для этого правка все расскажет. Пока в данном проекте, данный следствия. Перейду уже к основным российским. Итак, доходы я рассказала о расходной части. Общий объем расходной части с федерального бюджета на 2018 год прогнозируется в размере 23 млрд. 917 млн. рублей. При этом 98% расхода или 23 млрд. 485 млн. рублей будет осуществляться в программном формате с четко обозначенными целями и показателями результативности. Из 28 государственных программ 18 программ, это объем 20 млрд. 772 млн. рублей, связанные с повышением качества жизни и обеспечением безопасности населения республики. 10 программ с объемом 2 млрд. 713 млн. рублей направлены на развитие подъема в расходе экономики. Большая часть расходов республиканского бюджета сосредоточена на социальной сфере. Это более 16 млрд. рублей. Развитие социальной сферы ориентировано на создание услуги для получения населения в заслуженных и качественных услуг в сфере образования и правообранения в сфере образованиях. Распределение бюджетных ресурсов по социальным отраслям представлено на слайде. Я более подробно остановиться не буду, потому что мы уже в принципе от шоколады и на комитетах, и на публичных, и на слайде есть. Дальше я сгоду к этому вопросу, я на всех отмечу. В связи уже к основным направлениям по отраслям образованиям. В целом расходы на образование предусмотрены в сумме 6 млрд. 798 млн. рублей. Основными направлениями остаются содержание СПО, предоставление студенций бюджетно-муниципальных образований на реализацию образовательных программ муниципальных образовательных организаций. На развитие дошкольного образования предусмотрено 1 млрд. 649 млн. рублей. Из них студенция муниципального образования на оплату труда и на предприятие учебных пособий 1 млрд. 199 млн. рублей. Субсидии частного дошкольного образовательного организации – 36 млн. рублей. На развитие общего образования предусмотрено 3 млрд 917 млн. рублей, в том числе по основным направлениям. Расходы на содержание республиканских учреждений – 398 млн. рублей. Субсидии муниципального образования на реализацию общеобразовательных программ – 3 млрд 409 млн. рублей. Субсидии частного к общеобразовательным организациям – 13,5 млн. рублей. Субсидии на развитие общеобразовательных организаций предусмотрены в объеме 48,7 млн. рублей. Из них предполагается направление на организацию школьного питания – 38 млн. рублей, на ремонт спортивных залов, приобретение школьных парк, замена окон – 10,7 млн. рублей. Кроме того, с целью получения федеральной субсидии на соординансирование строительства школ, в районе бюджета предусмотрено субсидии в муниципальном образовании в объеме 47 млн. рублей. Но это в принципе, как мы уже так раз были, на критерах, я также об этом говорила, это на строительство у нас школы 2000 ученческих мест в городе Авокамин. На совершение развития подведомственных учреждений среднего профессионального образования предусмотрено 749 млн. рублей. На раздоровление детей для организации летнего воздуха расходы на 18 годы запланированы в объеме 123,7 млн. рублей. Из них на ремонт садорожных раздоровительных лагерей – 11 млн., в том числе это 10 млн. субсидии в муниципальном образовании. На мероприятия под проведением оздоровительных компаний детей – 112,7 млн. рублей. Кроме того, по разделу «Социальная политика» предусмотрена компенсация на путевки летнего завтра дня лагеря в размере 23,8 млн. рублей. Но все вы знаете, напоминаю, что у нас часть идет по 0,7 млн. по образованию, часть идет по 10 млн. В общем, есть компенсация за путевки. То есть у нас есть такое направление, что за рейтинг-экспектанты все-таки сами, а мы не пропенсируем часть ее в доме. Таким образом, в целом, по 2 млн. разделов со 7 млн. и по 10 млн. расходы на оздоровительную компанию, за планированную в объеме 147,5 млн. рублей. Также в каждой бюджете предусмотрены меры социальной поддержки в сфере образования. Это расходы на компенсацию части родительской платы со содержания ребенка в дошкольных образовательных организациях 68 млн. рублей. Расходы на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без пропечения родителей, в жилых помещений, специализированного жилищного фонда 100 млн. рублей. Это, я говорю, только часть средств бюджета, но также уже собираемся, по праву, федерального обучения. Расходы на выклады жемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без пропечения родителей в семье Абрикуна и приемной семье, а также вознаграждения, посчитающихся приемному родителю, 501,5 млн. рублей. По здравоохранению. Общий объем средств, выделяемых на здравоохранение в 2018 году, заставил 2,023 млн. рублей. Из них на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения предусмотрено 984,5 млн. рублей, на дополнительное лекарственное обеспечение 441,5 млн. рублей, на вакцинацию населения 87,3 млн. рублей, на оснащение оборудованным учреждений здравоохранения 110 млн. рублей, из которых, опять же, 66, это в рамках софинансирования с федеральным бюджетом, но в федеральную часть, мы сегодня в сфере, он лично будет, я с вами, вот в федеральную часть, по факту, я расскажу. С целью привлечения медицинских кадров для работы в сельской местности предусмотрены и на временные рублики в размере 400 тыс. рублей из республиканского бюджета на одного сексуалиста. Так, расходы в размере 8 млн. рублей предусмотрены у нас на 20 сексуалистов, ну, возможно, приблизившие к сексуалиста. Социальная комитета. Всего расходы на социальный проект запланированы в облинух 6 млрд. 751 млн. рублей, в том числе 5 млрд. 135 млн. рублей предусмотрено на социальную поддержку отдельных категорий граждан. Основные направления, которые также представлены на слайде, и я более подробно осматриваться, не буду, что вопросы задать. Для достижения максимального социального эффекта от оказания поддержки из бюджета, начиная с 2014 года, по рекламу не является механизм предоставления мест социальной поддержки для отдельных категорий граждан на основе критерий нуждаемости. И дальнейшая реализация данного принципа будет продолжена у нас в очередном финансовом году. Но при этом я не хочу сказать, что мы будем принимать еще какие-то изменения в наших существующих законах. Уже все, что мы с вами с 14-го года отлинили, вот в принципе мы до этого пока и останавливаемся. Никаких больше изменений. Вот на публичном слушании, в принципе, выступали представители Евросоюза, и они рассказывали свои опасения, что весь в бюджете они не нашли, было там 19-20-й год, неполном объеме нашли определенные строчки в бюджете по мерам соцподдержки. Просто хочу сказать, что ни одна мера социальной поддержки на 18-й год не будет ни внешней, ни не исключена, ни дополнительной открытой или никакой не будет виден. Все в бюджете у нас предусмотрено полном объеме, и ничего сокращать, отказывается, в какой-то год мы не собираемся. Значительный объем средств оставляет расходы на обязательное медицинское страхование и не работающее население. На 18-й год эти расходы предусмотрены в сумме 3.886 млн. рублей, с ростом на 263 млн. в отношении в 17-м год. Но, опять же, вы коррекционно передо мной докладывали, на самом деле, отчего зависит, в принципе, эта сумма по взносам на обязательное медицинское страхование. Она зависит. Там очень простая формула. Количество неработающих граждан, это пенсионеры, это деньги, ну, это безработные люди, умножается на сумму калифа, которая возрождена законом о бюджете на обязательное медицинское страхование. Вот, в принципе, его зана и сумма. Но, при этом, каждый год, когда изначально, в апреле месяце мы начинаем сверху с федерального страхования, у нас, как обычно, получается большой рост по количеству неработающих населения. Количество неработающих населения. И при этом, мы просто активно обращались вот, спасибо, она каждый год, силами своих специалистов. Конечно, мы там какой-то мере подключаемся, но, если честно, это 99% заслуга ее, именно. Когда она начинает сверху, со всей этой силовой структуры, потому что они подлежат объединительному страхованию, или своему страхованию. Это все силовые люди. Это насмеряется с инфекционным фондом. Она насмеряется с налоговым инспекцией, с тем, что у нас теперь налоговый инспекция является административным инфекционным фондом. Так вот, количество безработных граждан, которое пошло для начисления взноса на 18-й год, в сравнении с текущим годом, благодаря отработке, на самом деле, наша рельефная структурная работа в медицинском страховании, даже не хватило. Но мы стараемся в последние годы как-то держаться хотя бы на уровне, потому что изначально рост всегда большой. Но удалось сделать не столько качество, что количество даже сократилось. Но при этом возникает вопрос, если количество сократилось в счетах на рост, на тысячах демиона, в 18-м годах в 17-м, потому что, опять же, по закону об обязательном медицинском страховании применяется как фациент, ну, они его называют как фациент рост, ну, как репляция, да, что тариф должен вообще-то расти. Почти на 8% увеличение. То есть, вот эти 243 миллиона, это, в принципе, вот попраска этих фациентов, это может выглядеть не может. Ну, и так, для сведения скажу, вообще взносно обязательное медицинское страхование, если практика 12-й год, то есть, вот, например, сейчас, это 3800, в 12-м году это было 958, почти в 4 раза, это опять, к тому же, у нас продолжение, о чем это попавший рассказывал, да, вот, 12-го года, указа президента, надо было достраивать объекты, фонс вырос в 4 раза в 12-го года, доходы, они у нас тоже растли, но в среднем прирастали на миллиарх рисков, и до 12-го года мы делали анализ, но все равно доходы прирастали не теми темпами, чтобы можно было закрывать растущие расходы, заработки, фонс, ну, и, конечно, наши три объекта, хотя, конечно, на наши три объекта, это вот перинатальный музей и лечебный корпус, наши средства, мы же там строим заслы, а на условиях софинансировано, так вот наших республиканских средств на эти три объекта с 12-го года, это 13, 13, 14, 15, 16, мы закончили в прошлом году, за все эти годы наших средств ушло чуть больше 2 миллиардов, я сейчас не помню, 2-10 перед 2 тысяч, то есть это в принципе не те деньги, о чем вот нам многие говорят, и в том числе и вне денег, когда мы доказали, что надо было не строить, все было у нас хорошо, не было такого босса, в принципе, это не эти три объекта, нам, в общем, позволят, не за этого у нас так, босса, 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 по учителям, по врачам, по культуре, она была настолько низкая, на самом деле у нас была очень низкая, и нам пришлось догонять до показателей дорожных карт, по всем этим категориям, и у нас была категория, вырос в зарплату 2,5, по некоторым в 3 раза, и не то, что это плохо, может даже этого мало, но тем не менее, это дополнительная затратка, так, ну, я отвлекаюсь, дальше, куда вкладываю, по культурству, расходы в сфере культуры предусмотрены в сумме 511 миллионов рублей, традиционно расходы планируются на содержание республиканских учреждений культуры, на 2018 год это 422 миллиона рублей, на проведение культурно-доскоповых мероприятий республиканского и всероссийского уровня предусмотрено 45 миллионов рублей, 4 миллиона рублей на государственную охрану сохранения и популяризацию объектов культурного наследия, это памятники истории и культуры. Субсидии муниципального образования запланированы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, 3 миллиона рублей, планируется также софинансирование с федеральных бюджетов, а также на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в сумме 5 миллионов рублей. Кроме того, в рамках государственных программ развития агропромышленного комплекса Республики Затказия и социальной сферы населения предусмотрены расходы капитального заработка на строительство средств и домов структуры в сумме 2 миллиона рублей. Этому продолжим строительство этнического центра у нас в Кашкорбском районе, в деревне Плачек, миллион рублей, и планируем доработать, провести экспертизу по строительству дома культуры в селе и в Кашкорбском районе. Физическая культура и спорт. Расходы на физическую культуру и спорт на 2018 год планируются в сумме 347,3 миллиона рублей, которые включают в себя расходы на содержание республиканской спортивных учреждений 278,9 миллионов рублей, проведение спортивных мероприятий 33 миллиона рублей, государственную поддержку спортсменов и тренировок 12 миллионов рублей, бюджетные инвестиции на строительство республиканских спортивных объектов предусмотрены в сумме 9,4 миллиона рублей. Это также в рамках созданного сфера и с федеральным бюджетом, это строительство открытых хоккейной коробки в городе Абакань и обустройство футбольного поля с искусственным покрытием также как в городе Абакань на территории училища Терпийского резерва. Помимо реализации задач, направленных на улучшение качества жизни населения нашей республики, приоритетными остаются поддержка отраслей экономики. Расходы на развитие и поддержку реального сектора экономики и ЖКХ запланированы в объеме 2 миллиарда 626 миллионов рублей. Каждый предшествующий год приоритетным направлением развития экономики и регионов остаются сельского хозяйства. На реализацию государственной программы развития пространственного комплекса Республики Техокассия в 2018 году предусмотрено 483 миллионов рублей. Из них на непосредственную поддержку сельскохозяйственного производителя 186,5 миллионов рублей. Основными направлениями государственной поддержки сельскохозяйственного производства остается техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, субститирование процентной ставки по кредитам и займам, поддержка подотраслей, растеневодство и животноводство, стабилизация и физиотическая ситуация в Республике Техокассия. Кроме того, предусмотрены бюджетные освидевнования на продолжение строительства скотомодийников. Это 7,5 миллионов рублей. Расходы на транспорт и дорожное хозяйство запланированы в размере 1 миллиард 425 миллионов рублей. Почти все они составляют дорожный ход, который определил, исходя из прогнозируемого объема доходов республиканского бюджета, формирующих дорожный ход. Как и в прежние годы, значительная часть бюджетных сигналами Дорожного фронта Республики Техокассия предполагается направить на содержание и ремонт автомобильных дорог общего значения, а также на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Это 871 миллион рублей. Из которых на строительство и реконструкцию автомобильных дорог предусмотрено 364 миллиона рублей. Это планируется направить на продолжение реконструкции автомобильной дороги Аскиз-Берепчур-Бершина-Тюрин, также на реконструкцию автомобильной дороги это подъезд к Алла-Аэпус в Абаканском районе и реконструкцию водопропускной струбы автомобильной дороги Абакан-Калурак в Ташкепском районе. Кроме того, несмотря на наличие муниципальных дорожных ходов, в Дорожном ходе Республики Техокассия предусматривается предоставление субсидий бюджета муниципальных образований на софинансирование мероприятий в сумме 257,7 миллионов рублей. Из них на ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения в сумме 237 миллионов рублей. На проектирование и строительство дорог местного значения 16,3 миллиона рублей. И кроме того, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий части обустройства населенных пунктов расположенных сельской местности автомобильными дорогами. Это также в рамках соординансирования с федеральным бюджетом 2,7 миллиона рублей. Также цель повышения безопасности дорожного движения и, а именно это на обустройство автобусных остановок, пешеходных переходов, ракуаров, светофоров, искусственного освещения участков проходящих по населенным домам предусмотрено 50 миллионов рублей. Для обеспечения транспортной доступности пассажирских перевозок в республике Хатайф 설명 на государственную поддержку фидера пассажирских перевозок с железнодорожным транспортом запланировано 43,8 миллиона рублей. На государственную поддержку фидера и международной пассажирской перевозок автомобильных трап автомобильных транспортов На социально значимых маршрутах запланировано 30,5 млн. рублей. Кроме того, продолжится поддержка воздушного транспорта. В целом предусмотрено 9,5 млн. рублей. Это субсидия. Мы продолжим модернизацию и инфраструктуру нашего аэропорта. Кроме того, 6,5 млн. рублей. Это на удешевление региональных воздушных перевозок. Но пока на сегодняшний день данную субсидию у нас подходит по конкурсам. Ассигнование на жилищно-коммунальное хозяйство запланировано в объеме 191 млн. рублей. В составе расхода в данной сфере на 2018 год предусмотрено ассигнование, осуществляемое в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития коммунального жилищного комплекса. В размере 94 млн. рублей. Это проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в рамках мероприятий по подготовке объектов к работе в 87 июлях 34 млн. рублей. В том числе это 29 млн. рублей субсидия муниципального образования. Субсидия, кроме того, субсидия муниципального образования на развитие системы водоснабжения под программой чистой вода 60 млн. рублей. И 50 млн. рублей это субсидии предприятий жилищно-коммунального хозяйства на частичное размещение убытков получены в связи с регулированием роста оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, на устройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения предусмотрены субсидиями муниципального образования в размере 11,4 млн. рублей. Это также в рамках софинансирования. Межбюджетные транспекты. Более подробно остановить на финансовой помощи местным бюджетам предусмотренные проектом республиканского бюджета на 18-й год. Объем межбюджетных транспектов муниципального образования составляет около 32% всей доходной части республиканского бюджета. То есть большее, можно сказать, доходы, мы вычисляем в каком-то виде это среди инсиденции, рейные, передатации, все-таки, а мы только муниципального образования. Это 7 млрд рублей. Необходимо отметить, что все межбюджетные транспекции предоставляются в рамках государственных программ. В муниципальном районах и городским округам планируется предоставить дотацию на уровне бюджетной обеспеченности в объеме 443 млн рублей. Кроме того, в муниципальном образовании часть расчетной дотации на уровне бюджетной обеспеченности в объеме 1,717 млн рублей заменена дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Как у нас на 2018 год данный бюджетного мотива для районов Алтайский, Ельский, Бабратский, Каштырский, Арджиникидзовский и Усть-Абаканский составляет 45% по городам, Абазар 55%, Сорс 45%, Черногорск 25%, Сорногорск 30%. На выравнение бюджетной обеспеченности в последнем планируется направить 230 млн рублей. При этом по единым нормативам отчислений также от налога на доходы физических лиц передается сельским поселениям дополнительно 10%, это 142 млн рублей. Кроме того, в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов предполагается предоставление дотации на обеспечение метров сбалансированности бюджета в объеме 100 млн рублей, из которых 42,8 млн рублей, в принципе, сразу распределены бюджетом. Субсидии на субфинансирование собственных расходов полномочий местных бюджетов предусмотрены в объеме 134 млн рублей, в том числе по основным направлению. В сфере образования 119 млн рублей, из них это строительство школы в городе Абакане, как я уже говорила, 47,2 млн рублей, школьные официальные, 8 млн рублей, ремонт образовательных учреждений, 10,7 млн рублей, ремонт дататора обеспеченных лагерей, 10 млн рублей. Это то, что я уже говорила, когда по отраслям докладывала. И ремонт для школьных учреждений, ну, мы предполагаем, что это на обращение задолженности по детскому строительству общинского района 13 млн рублей, в сфере дорожной деятельности 158 млн рублей, на развитие инженерной структуры и подготовки муниципальных объектов к осенне-зимнему периоду 96 млн рублей, поддержка малых сел 20 млн рублей, на мероприятия в сфере культура и спорта это 13 млн рублей, на обустройство городских скверах, дворовых территорий, мест массового отдыха детей 11,5 млн рублей, на строительство и обеспечение жилье молодых семей и специалистов на селе 4 млн рублей, на противопожарные и спасательные мероприятия 10,5 млн рублей. Кроме того, в качестве стимулирования муниципальных образования, за распряжение на лучших показателей в различных сферах, в проектах предусмотрено более 27 млн рублей, в том числе в данной структуре у нас и стимулирование территории, в которой будет осуществляться преобразование поселений путем их объема. Бюджетные кредиты местных бюджетов предусмотрены в объеме 267 млн рублей, все они, выходящие за пределы 2013 года, будут предоставляться преобразованы на частичное покрытие дефицитов бюджета, в среднем университетных разрывов, но в этом году у нас тоже, в принципе, бюджетные кредиты в бюджете были, но с этого года мы уже с муниципальным образованием не так же стараемся кредиты не давать. Все-таки, возможности, когда мы враги нет, не видимо смысла играться, давать кредиты, в том числе, прологировать, кредит, чтобы они вернули этот кредит, но на всякий случай, так мы предусматривали, мало что может произойти, но уже с этого года мы в практику предоставимым бюджетным кредитом ее прекратили, даем дотации. Долговая политика. Вообще, в принципе, у нас дефицит на 2018 год, на 2018, 2019 и 2020 год предусмотрен в размере 10%. Это в рамках требования Министерства финансов Российской Федерации. Нужно сегодняшний день, буквально сегодня президенту подписал измененный бюджетный кодекс для тех субъектов, у кого государственный долг выше 80% было на процентах, там разные варианты, будут лучше так, потом они остановились на 80%. Ну и в качестве источника предусмотрено, естественно, привлечение кредитов, хотя все привлечения кредитов в основном, если посмотреть наши источники, они направляются на рефинансирование существующих кредитов. Ну вот, несмотря на то, что бюджетный кредит вокруг, то есть у него в этом году сейчас уже получили 4,700, я имею в виду на замещение, сейчас мы, как у нас, работающих получим, это 9,600. Тем не менее, у нас на следующий год все равно же существует наши остались еще государственные долги, и существует определенная обязательство по погашению государственного долга, все это отрушено в наших источниках. С учетом изложенных расходов, параметр проекта республиканского бюджета на трех летний период выглядел следующим образом. Ну, я не знаю, я на даче сегодня не буду, в принципе, на слайде все есть. Доходы и расходы, и, может, 12-20, посмотреть дефицит, как я уже сказала, 9-10%. Ну, и в заключение еще что хочу сказать, еще немножко разрубляя, так вот. У нас с вами бюджет на 18 год. Конечно, он не простой, но, тем не менее, он абсолютно реальный, абсолютно реальный находный источник. Я вам очень благодарна за то, что мы на службе сжали нас по правде, потому что, ну, по правде, сжали нас по правде, потому что мы с вами все отработали. Спасибо за самую сную работу. Я надеюсь, что в первом чтении у меня уже время у меня практически подчеркнули. Всем спасибо. Хорошо, спасибо. Продолжение следует...